Христос Воскресе Христианской веры и надежду наследовать новую землю и новое небо, где святые пребывают в неприходящей радости единения с Богом. Смерть побеждена воскресением Сына Божия. Эта победа возвещается пасхальными песнопениями и звоном колоколов. Ею дышит весенняя природа, призывая нас обновиться духом, отбросить нечестие, зло, коварство и недоброжелательность. Ведь Христос победил грех, лишил его власти над человеком и дал нам свободу жить в евангельской любви к Богу и ближним. Святитель московский Филарет сказал, что празднование Пасхи должно быть достойно рая. Мы прощены, мы спасены и искуплены Христос Воскресе. В этих двух словах все сказано. На них основана наша вера, наша надежда, любовь, христианская жизнь, вся наша премудрость, просвещение, святая церковь, сердечная молитва и вся наша будущность. Двумя этими словами уничтожены все бедствия человеческие, смерть, зло и дарованы жизнь, блаженство и свобода. Какая чудодейственная сила! Можно ли устать повторять? Христос Воскресе! Может ли надоесть нам слушать Христос Воскресе? Возвещая в эти дни радость праздника словами «Христос Воскресе!», все мы призваны своей жизнью свидетельствовать о причастности истине и победе праведности над алчностью, жестокостью, насилием, завистью, другими пороками. Будем стараться наполнять нашу жизнь добрыми делами. Направим свои мысли, слова и поступки к благу ближних и дальних, чтобы и через нас прославлялся Бог. Зная о страданиях ближних, мы не должны остаться безучастными, независимо, это престарелый или сирота, инвалид или переселенец. Мы должны помнить, что, помогая им, мы помогаем Христу. Воспримем в свое сердце свет Христова Воскресения, откроем его для каждого нуждающегося. Будем проводить дни Святой Пасхи в духовной радости и иметь мир со всеми. Сей день, день Воскресения Христова, пусть будет нам днем радости и всегда будем помнить, что этот праздник является утверждением нашей христианской веры. Будем любить нашу святую христианскую веру, дорожить ею и стараться свою жизнь направлять по этой вере. Помня, что Воскресение Христово есть утверждение нашей надежды, будем надеяться, и все труды, скорби и лишения нашей земной жизни будем с радостью переносить в чаяние будущего нашего воскресения и будущей вечной жизни. И помня, что Воскресение Христово есть утверждение и нашей христианской любви, обличемся в добродетель христианской любви и будем приносить обильные плоды, будем любить друг друга, и этим мы покажем, что мы являемся действительными последователями Христовыми, который по любви к роду человеческому сошел на землю. И потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. И пусть светлый праздник, светлое Христово Воскресение будет всегда для нас праздником радости, праздником победы, жизни над смертью. И пусть он помогает нам терпеливо и безропотно переносить все тяготы земной жизни в надежде, что придет время, когда мы услышим вожделенный глаз Спасителя нашего. Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых преподобного Никиты Исповедника, игумена обители Медикийской, мученицы Феодосии Девы, преподобного Иллирика Марселонского, мучеников Элпидифора, Дия, Вифония и Галика. Совершается празднование иконе Божьей Матери «Неувидаемый цвет». Всех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с Днем Тезимеництва и с праздником Светлого Христова Воскресения. Пусть воскресшая из гроба Христос Жизнодавец дарует всем нам примирное Своя и Благая. Воистину, воскресе Христос! Продолжение следует... Продолжение следует...